Друзья, приветствую вас на канале Хоббит Варгеймерс, с вами Хоббит и это Warhammer Daily. Ваша регулярная доза новостей и прочей информации о Warhammer. Сегодня 11 августа, пятница, крайний выпуск на неделе. Давайте смотреть, что нам, какие новости, какие статьи принесли нам на сайте Warhammer Community, принесла нам компания Games Workshop. Первая новость у нас с вами, это бесплатный контент на платформе Warhammer Plus. Warhammer Plus это такая платформа от компании Games Workshop, посвященная, как ни странно, Warhammer. Там контент находится за пейволом, то есть нужно заплатить за доступ к данной платформе. Плата взимается каждый месяц, можно заплатить за год. Если платите за год, получаете миничку, одну из двух эксклюзивных миничек для подписчиков Warhammer Plus. Вот такая вот история и нам, в принципе, периодически к компании Games Workshop подкидывают какие-то оттуда апдейты, новости, ну в плане, вот выходит такой-то контент, заходите, смотрите, подписывайтесь, все дела. Сейчас даже у нас, мы на прошлой неделе сами эту историю рассматривали. У нас то приложение, которое Games Workshop недавно запустило для поддержки Warhammer 4060-й редакции, где можно посмотреть правила на юниты, где можно состоять ростер армии. Оно тоже будет частично запоеволено, и привязка будет идти к подписке на Warhammer Plus. Ну и вообще в целом подписка даже удорожит, станет дороже на один фунт вроде как. Вот. Про бесплатный контент. Что можно сказать? Он действительно бесплатный, то есть я вот прошел, например, вот тут у нас есть ссылочка на репорт, Battle Report Лиги Вотон против Некрон, я вот прошел по ссылочке, вот, пожалуйста, можно посмотреть. Можно посмотреть. Все, здесь вот на заднем фоне что-то там рассказывают нам, красиво показывают виды, картиночки. Вот, саму непосредственно, саму непосредственно партию со всякими какими-то эффектами. Вот. Ну да, симпатично выглядит и какие-то роскости, только я не очень понимаю. А, нет, видео тут все-таки есть, я думаю, может они там по фотографиям все рассказывают. Но тут есть, видите, как статичные, статичные картинки. Так, в принципе, и когда там что происходит. Видите, людям нравится, что когда кубики кидают. Пожалуйста, вот вам кубики. Два чувака играют. Дальше у нас там даже анимация, между прочим, бесплатная. Вот видите, Hammer and Bolter, Under City. Нет, не Under City, Eternal. Eternal называется эпизод. Вот, вот тоже я что-то выбрал. Нажимаю слева Play. И, в принципе, да, все. Пошла вроде как у нас анимация. Вот, все. Можно смотреть на Cool Story. Cool Story про космодесант, про, в данном случае, кто у нас, какой тут орден. Темные храмовники или кто там. Капеллан из экзорцистов. Во, это орден экзорцистов. Очень, смотрите, интересно. Можно посмотреть бесплатно. Да, конечно, английский язык, все дела. Но, тем не менее. Ну, чего. Ну, что-то подкинули. Так, знаете. Я, честно говоря, для себя, не знаю. Ну, подписался бы я, например, на Warhammer Plus. Была бы у меня такая возможность. Там, лишние деньги, еще чего-то. Вот. Но заходил бы я туда часто. Да нет, конечно. То есть, это прямо надо садиться, смотреть все эти. Весь этот контент, за который ты заплатил. У меня лично времени, например, нет. А так, время от времени просто поглядеть, что это такое. Это, знаете, как вот есть приложение Black Library. У Games Workshop есть приложение Black Library, где есть у них аудиокниги. Вот там когда-то были предложения, типа, книжки по фунту. Вот я там несколько книжек себе аудио купил, ставил на ночь просто послушать, ну и засыпал про них. Естественно, ни одну книгу я полностью не послушал, потому что, ну, это, во-первых, английский язык сложный. Там, и чтение сложное, потому что книги сложным языком написаны в целом. А, редкими словами, такими, ну, пафосными, короче. Вот, то на слух это воспринимается еще хуже, на самом деле. Вот, поэтому я замечательно за по них засыпал. Вот у меня там есть пять книжек каких-то, поэтому... Бесплатный контент в этом плане, ну, че, норм, посмотреть. Вот, кстати, есть батл-репорт Gloomspite Gids против зверей хаоса, Beasts of Chaos, да. Вот, бесплатный выпуск Lore Masters, там сидит чувак, который расскажет про лор. Вот таких чуваков очень мало, конечно, на ютюбе. Вот нам нужен еще один за деньги, обязательно. Вот, чтобы нам рассказал. То официально от Games Workshop, понимаете. Вот, про терминаторскую броню нам он расскажет. И вот еще тут CDD Color Masterclass, который раньше вела девчонка... Забыл, как ее зовут. Ну, короче, ее... Она там уволилась, типа, вот сейчас там другие люди ведут эти мастер-классы. Но начинали они свои девчонки, она сейчас ютюберша. А до этого, наверное, продолжает свести свой инстаграм. Кстати, кто помнит, пишите в описании, я что-то реально забыл. Такая, достаточно известная. Вот, кстати. Красть миньки в таком... В очень ярком каком-то стиле. Вот, которое все кричащие, интересное, вот. И вот, да, то, что я вам показал. Hammer and Bolter Eternal анимация бесплатная. Вот, все, что можно посмотреть бесплатно на Warhammer+. Почему бы нет? Проходите по ссылочке. Ссылочку оставлю в описании. Смотрите всю эту историю. Вот, почему бы нет? Пока бесплатно. Раз дают, как говорится, дают бери, бьют беги. Вот, далее у нас, ну, маленькая совершенно такая статейка. Она про предзаказы Forge World. Да. Предзаказики небольшие. Предзаказик всего один. Это Билли Род Вомит Флэш. Такой странный чувачок какой-то. Там отверженный несчастный парень, который примкнул потом к нурглитам и нашел себя в Blood Bowl. В общем, был как-то у нас в выпуске он. Вот, минчик стоит у нас 29 фунтов. Ну, что вы хотите? Бутик миниатюр Forge World. В общем, да. Ну, кому интересен Blood Bowl, конечно же, конечно же, все это ищем в литейках. Ищите в литейках вашего города. Далее, далее у нас с вами статья про The Hammer Hall Herald. Это у нас, знаете, напоминает мне, раньше был целый сайт. И, в частности, GameStop иногда статьи выпускает сейчас. А сайт тут закрыт. Ну, или он, по крайней мере, не обновляется больше. Он назывался Regimental Standard. И был он посвящен Имперской Гвардии. Вот там вот были... Каждая статья, она была приурочена, в принципе, каким-то релизом новых миниатюр компании GameStop. Рокшоп, также они выглядели, кстати, как агитки. Вот, там всякие прикольные постеры. Я их все себе скачал поголовно. Какие-то интересные рекламы из 40 тысяч. Именно вот продукты, в которых в самом мире 40 тысяч. Например, там была реклама энергетика, как зеленый Таурокс, к примеру. Да, реклама в баночке крупного трахмала. Крупный трахмал, это, конечно, круто. Увеличивает потенцию. И ваша кадия сюда стоит. Ой, и смех, и грех. Короче. Здесь у нас Hammerhall Herald. Это такой вестник, вестник. Крусейда, да, крестового похода городов Сигмара. Нас призывают присоединиться, собственно, к крестовому походу. Стать вот таким вот воином, несчастным, бредущим. Куда-то непонятно, так сказать. Ну, призывают нас принять участие в приключении всей вашей жизни. Вот так вот, да. Помогите защитить царство, царство смертных. Их, собственно, отвоевать обратно у сил разных нехороших. Вот. И принять участие, конечно же, в крестовом походе Доунбрингер. Да, несущий рассвет. Вот. За Сигмара, за наших предков. Вот, гласят тут еще надписи разные. В общем, также нам сообщают здесь, что, в принципе, все замечательно с обмундированием. Заходите в ближайшие там храмы рекрутерни. Также, значит, у нас выверенная тактика, выверенная наша система, система боя, стена щитов и все такое. Ну, я тут вкратце уже так смотрю, честно говоря. Вот. Да, у них же там культ колеса. Я не особо, честно говоря, прям въехал в этот лор. Кто знает, пишите в комментариях обязательно, что за фишка с колесом. Короче, у них культ колеса. И здесь такая, видите, плакатик типа. Колеса не для езды, да, не для передвижения, а не для того, чтобы им поклоняться. В общем, да, это перечеркнутая телега. В общем, такая вот. Такая интересная штука. Ну, такая сатира в стиле Гейнсфрокшоп, опять же, в стиле имперской гвардии, в стиле империума. То есть здесь абсолютно стыренно, без зазрения совести, что называется. Сами у себя стырили. Вот. Но дело в том, что вот эти вот города Сигмара, они такие фэнтезийно-средневековые. А здесь реклама уровня, ну, минимум викторианской Англии. То есть немножечко здесь такой идет такая нестыковочка. Вот. Ну, видимо, люди, как я уже в прошлых выпусках говорил, люди, видимо, освоили какое-то магическое книгопечатание. И типография у них есть. Кто его знает. Вот. В общем, да, здесь какие-то Reliable Gargulian Removal Service. Мы вот сами на этой неделе узнаем, кто такие гаргулянцы, вот эти вот маленькие твари. А здесь вот реклама сервиса по их, ну, как это, знаете, есть уничтожение там этих всяких тараканов и прочих. А здесь, типа, убираем, надежно убираем от вас, значит, этих гаргулянцев. В общем, берут их. Они же там к людям липнут, вместе с людьми ходят. Вот. В общем, такая штука. И здесь еще бесплатный ваучер идет на бесплатный Gargnipe. Какой-то Gargnipe, короче. В общем, местный, видимо, трупный крахмал. Я не знаю, может быть, это какая-то каша с опилками там местная. Ну, должно же быть что-то такое. В еде какая-то. В еде какой-то подвох должен быть, да. В общем, вы меня поняли. Ну, собственно, на этом статья заканчивается. Такая, ну, такая интересная статья. В принципе, прикольно посмотреть на какие-то такие плакатики. Хоть они вообще не стыкуются особенно с фотоизийной тематикой. Ну, да. Лучше бы они про Гвардию продолжили, честно говоря, штамповать эти замечательные наши такие плакаты. Водушевляющие, одновременно немножко напрягающие тех, кто... Ну, людей с критическим мышлением, скажем так. Так вот, и заставляющие посмеяться немножко так. Черный юмор там в основном. Ну, вот. Далее у нас, ребят, далее... Так, вот тут у нас статья начинается. Это, ну, показ армии. Показ армии Адепта Сороритес. Некто Джоэль или Джоэл. Привет, Ласта Фаз, да. Значит, тут у нас что? Армия Сестер Бит. Вот он покрасил ее. Со своим там младшим братом они выбирали схему. Он еще с третьей редакции, в принципе, увлекается батл сестрами. Ну, вот. Недавно у него дошли руки собрать свою армию. Вот. Ну, здесь можно позалипать, в принципе, на его минищики. Здесь вот, кстати, он в себе добавил Эфраэль Штерн и вот этого чувака второго, как он там называется, Киганила. Она, собственно, странствующая сестра битвы. Он странствующий Орликин. Орликин, вот. Вместе они дошли до темной библиотеки, где хранятся разные там, в общем, запретные знания и вообще всякие знания по Империуму и вообще в целом Галактике. Ну, в общем, там какая-то у них своя история. Я так вкратце только знаю об этом. Пишите в комментариях, кстати, на такие лора. Вкратце, что там вообще там, что там у них произошло. Синолит повлияло вообще на вселенную Вархаммер. Вообще-то это старый комикс. Старый комикс про них. Называется он Демоний Фьюг. Поэтому я его, к сожалению, не читал. Хотя некоторые комиксы даже есть в физическом у меня виде. Ну, а какие-то читал онлайн. Ну, про них не читал, к сожалению. Вот. Значит, тут у него такая вот тетенька. Она у нас, наверное, это там самая главная. Кананесса. Вот. Здесь у нас эти вот сестренки. Я, кстати, против них играл на Спарке, на Наративном Кампейне. Интересный отряд. А или с ними вместе играли. Ну, в общем, да, такие стойкие-стойкие девчонки со щитами. Ну, также, ну, тут имеются, видите, баттл-сестрички просто обычные. Вот, разные. В принципе, что, схема нормальная. Черно-красная. Снежок такой, чтобы немножечко, видите, так гармонировать с их прическами ярко-белыми. Ярко-белый, да, бывает такое. Ну, в общем, вы поняли. Что еще здесь? Такие вот сестрички, которые тяжелая поддержка у нас. В принципе, в принципе, хороший такой баттл-реди покрас. Может быть, даже чуть больше. И на полке тоже хорошо смотрится, между прочим. Вот. Технику у него здесь. Вот этот вот отличный органный танк. Замечательная просто модель. Ну, честно говоря, когда смотрю на технику сестер битвы, у меня прям... Не знаю, я просто понимаю, что я бы такой никогда в жизни не хотел бы красить. Потому что детализация здесь просто кошмарная. Просто, ну, как сказать, в хорошем смысле слова, да. Бомбическая. В общем, да. Ну, еще и снег тут налепил местами. Молодец, короче, Джоэль. Джоэль. Летающие у него сестренки тут тоже. Серафимки они, по-моему, у нас называются. Ну и куда? А вот эти, по-моему, Серафимки, да. Вот такие вот с крылышками. А среди них, между прочим, сама она. Она. Селестина. Серафимки-то вот эти, а это Селестина со своими верными, верными, вот этими напарницами. Да. Значит, ну и какие тут у нее еще герои есть у него. Кстати, вот классное вот это вот знамя. Ну, тут обычное знамя. Обычное знамя. Классное тоже. Молодец, расспросил. Обалденно. Вот справа еще такая мраморная статуя просто. Просто идет спокойно, несет мраморную статую. Ну, павер армор, в принципе, позволяет. Вот. Приятная армия. Симпатичная. Главное, что все покрашено. Всем, ребят, такое советую. Ну, и давайте, наверное, перейдем сегодня к теме непосредственно основного ролика. Я ее специально оставил на сладенькое, на десерт. Вот, надеюсь, надеялся вас забейтить. Вы любите всякие вот эти графики, вот, на обложках. Поэтому, на самом деле, тут не чисто кликбейт, естественно. Вот, статья полезная. Ну, не статья, в смысле. Мы, если что, с вами перешли уже на YouTube. Мы перешли на непосредственно каналом Spex Tactics. На канале 247 тысяч подписчиков. Это такой один из топовых каналов по игровой аналитике. в западном сегменте, да, в англоязычном сегменте YouTube. Здесь у нас ролик интересный вышел 6 августа, уже, да, прошлое воскресенье. И посвящается он теме Комбат Патрулей, а вообще их рейтингу. Комбат Патруль, кто не знал, это, ну, до 10-й редакции, это такие коробочки для каждой фракции Warhammer 3000. Там небольшое количество миниатюр, и, в принципе, есть, во-первых, скидка на миниатюры. Ну, в целом, да, не то, что тут афишируют то, что это, вот, это набор со скидкой. Нет, просто цена его, если ее рассматривать, она очень выбитная. Вот, поэтому Комбат Патрули зачастую раньше и сейчас особенно рекомендуется начинающим игрокам за какую-либо фракцию, да, в Warhammer 40000. И получается, что Ген Суршоп пошли дальше. Вот, 10-й редакции, они пошли дальше, они взяли Комбат Патрули и сделали из них отдельный режим игры. То есть, игроки берут свои Комбат Патрули, получается, с двух сторон, да, один берет, другой берет. Вот, и начинают, в общем, ими сражаться. Для них есть специальные правила, отдельные. Отдельное правило, во-первых, как играть в режим Комбат Патруля. Ну, естественно, правила в Warhammer 3000 распространяются, основные правила распространяются на этот режим. Для Комбат Патруля есть отдельные правила, они скачиваются на сайте Warhammer Community бесплатно. Как играть в Комбат Патруль. И для каждой фракции есть полный PDF с описанием их Комбат Патруля, способностями юнитов, составом, там жесткий состав. Ну, там можно немножечко его подкорректировать, есть опции, но их немного. Это как раз для начинающих, для тех, для того, чтобы игроков не шокировать, не травмировать каким-то опытом, таким, проблемы выбора, скажем так, не ставить перед ними. Вот. Возвращаясь к теме ролика, значит, здесь на 50 минут все Комбат Патрули, в принципе, оцениваются. Да, начинают с орков и заканчиваются непосредственно некронами. Вот. Есть финальный, финальный здесь тоже, финальный график, естественно, мы его сейчас с вами посмотрим. Вот. Здесь разное по сочетанию. Каждый патруль, он, в принципе, вот, допустим, мы возьмем орков с вами, да, и они в целом учитывались по разным показателям. То есть, это и дискаунт, в принципе, ну, в рейтинг это не пошло, естественно. То есть, можно посмотреть, то есть, на каждой странице каждого Комбат Патруля, вы можете посмотреть, во-первых, состав этого Комбат Патруля, да, в контент, да, а потом цена. Ну, для нас, конечно, цена в фунтах и долларах и евро не релевантна, но, как бы, можно сделать вывод какой-то по величине скидки. Вот здесь, например, скидка орков, если бы вы покупали все эти наборы отдельно, которые находятся внутри этой коробки, вы бы потратили на 43% больше, да, денег, соответственно. Вот. Количество поинтов, это тоже очень важно на самом деле. Вот. Допустим, орков здесь 530 очков внутри коробки. Например, Десгард здесь 495. Вот. Допустим, моя фракция, Астромилитарум, там что-то вообще 415 или типа того очков. Вот. И далее еще есть некоторые мысли по поводу выбора юнитов в данном Комбат, вообще во всех Комбат Патрулях в каждом. Вот видите, тут есть раздел Thoughts, Unit Choices, как в игре, в принципе, оно используется, этот Комбат Патруль. В игре, в смысле, полноценном, полномасштабном Вархаммерс в строк тысяч. Вот. Про наборы, замечания какие-то, ну, то есть там в плане скульптов, например, новые юниты, старые какие-то, например. Там, да, есть Пушко Бат Патруль, в которые старые уже, может быть, морально устаревшие миниатюры входят, к примеру, да. Такое тоже может быть, вот. Ну, и, собственно, некое подытоживание есть, да, по ценности вообще. Например, в этом наборе Десгарда много пластика, но очень много зомби, то есть не самих Десгвардейцев, вот этих вот, космодесантников Нургла, а именно очень много зомбарей, вот, к примеру. Вот. Ну, и, в целом, надеюсь, этот проект будет всем полезен, вот, по рейтингам. Рейтинги сами на основании оценок комьюнити Ауспект Стактикса, как видите, это 250 тысяч человек практически, вот, то есть, ну, выборка такая приличная, то есть они где-то там какие-то голосования проводили, и люди голосовали просто за Комбат Патрули, насколько они им нравятся. Здесь, конечно, вкусовщина, субъективщина, вот, ну, вот, можно посмотреть, что Десгард у нас не только на дне топа Games Workshop, Meta Watch, вы вчера могли посмотреть это, да, на нашем канале, если нет, посмотрите новостной выпуск, достаточно интересный получился, вот. Вот. А Саузен Санс там тоже где-то за ними, вот, наверху у нас идет Адетус Кустодес по мощи вообще Комбат Патруля, да, Друг Харри, Генокульт, Серые Рыцари, да, вот, допустим, моя Имперская Гвардия, она где-то там на 53%, вот, самое смешное, что она, в принципе, 53%, что здесь, так, по-моему, а, 43% она у, во вчерашнем ролике, вот, Тире, Games Workshop, да, Meta Watch, в общем, да, посмотрите ролик сами, ссылочка будет в описании, вот, ну, здесь, к сожалению, для владеющих английским языком, не знаю, здесь насчет субтитров, как вообще, можно ли русский язык здесь подключить, вот, я не уверен, но, так или иначе, друзья, надеюсь, вам, вот, перевести, можно, да, здесь, на какой, на русский, можно перевести ролик, оп, русский язык, так, оп, вот, в принципе, можно пытаться сказать, Дрюкарви, Дрюкарви, это у нас Дрюкарви, ребят, затем джинсы, Кольц, Серые Рыцари, Эльдары 69, Эльдары 69, что-то у нас сегодня какой-то эротический ролик с вами получился, ладно, ну, что сказать, друзья, в общем, ну, пятница развратница, что тут скажешь, значит, значит, хочу вам сказать, что сегодня будет стрим, вы не забывайте, что у нас по будням 2200-2200 проходят стримы, приходите обязательно, будем очень рады с вами, у нас, в принципе, атмосфера хорошая на стримах, ламповая, как и в нашей группе Телеграм, между прочим, всем рекомендую на нее подписываться, ссылочка в описании, поддержать наш канал можно абсолютно бесплатно, подписка на канал, колокольчик, лайк, любой комментарий в поддержку этому видео, отправить друзьям, почему нет, тоже хорошо, вот, таким образом, потихонечку, полигонечку растет наша комьюнити, спасибо вам огромное за поддержку, поддержать нас можно материально на стримах, через Donation Alerts, плюс другие способы есть в комментариях, простите, в описании к ролику, вот, есть у нас бусте, на бусте можно подписаться от 100 рублей, если подписывайтесь от 200 рублей, вам идет доступ в наш приватный чат с командой Ховетваргеймер, это я и Андрей, также там есть другие пользователи, естественно, вот, ну туда разное, простим, интересное, эксклюзивненькое, и держим вас в курсе будущего контента, вот, также подписываю вашу честь, миниатюру в своем 22-м Кодианском полку, именной гвардеец, именной танк, именной какой-нибудь сентинель или персонаж, все там, ссылочка на бусте в описании, за это всем огромное спасибо, у нас сейчас там 9 бравых человек, которые нас поддерживают, хотелось бы больше, это, как бы, ну, все, конечно, со временем, надеюсь, вот, друзья, вам отличных выходных, надеюсь, ролик вам понравился, был информативен, приходите в понедельник смотреть новый выпуск новостей, с вами был Ховетваргеймер, всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok